Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я начинаю снимать такой небольшой влог. Не знаю, какой у меня получится. Покажу вам обязательно террасу, которую начал давно уже делать мой муж. Все у него, конечно, упирается во время, потому что на постройку нужно время. А все он у меня абсолютно все делает сам, своими руками. Мебель мы пока еще не заказывали, но я заказала текстиль. Это же обязательно нужно, да? Также в сегодняшнем видео я покажу, у меня просили показывать уход, то, чем я пользуюсь на данный момент. Я как раз получила посылку с сайта фармакосметика и покажу вам, какой у меня будет уход. Еще его не пробовала. Но прежде я вам хочу показать, кто меня давно смотрит, знает, что я очень увлеклась парфюмерией. И на самом деле мое увлечение парфюмерией, оно где-то с момента беременности моим вторым сыном до беременности вторым сыночком я вообще не понимала парфюмерию. Мне все не нравилось, особенно когда я была беременна первым сыном своим. Я вообще не терпеть не могла всякие запахи, ароматы и так далее. И мне ничего не нравилось. Но вот когда была беременна вторым, вы знаете, я прям кайфовала от парфюмерии. Причем от такой, знаете, такой прям серьезной, такой мужской, можно сказать, да? И с того времени вот у меня как-то пошла любовь к ароматам. Поэтому коллекция моя потихонечку растет и растет. И мне было очень интересно познакомиться с такой парфюмерией, как P.D. Paris. Вот так вот выглядят флаконы. Наверное, многие из вас уже видели эту парфюмерию. Я вот первый раз с ней знакомлюсь. Вы знаете, почему я захотела попробовать? Потому что это, как указывает производитель, что вся парфюмерия изготавливается во Франции, в городе Грасс. И это не подделка под известные бренды, известные ароматы, а это аналоговая парфюмерия. То есть у них своего производства. Они, скажем так, берут за основу какие-то известные бренды, известные парфюмы и делают что-то аналоговое. Я бы так это назвала. В общем, у меня здесь три аромата. Вот это стекле – это флёр наркотик. Всем известный, наверное, аромат. Очень многие. Вообще я выбрала такие ароматы нишевые. Надо было, на самом деле, попробовать что-то, наверное, более такое люксовое попробовать. Потому что это ароматы не на лето. Но сейчас немножко расскажу. Здесь у меня в пластике Андромеда и Герл Бомбет. Вот такие вот ароматы у меня. Начнем с того, что сам производитель обещает стойкость 24 часа на коже и 72 часа на дирте. На самом деле, это действительно так. Я была очень удивлена, что ароматы действительно очень-очень стойкие. Кстати, вот этот аромат в стекле у меня еще пришел вот в такой коробочке. Вот такой вот. И вот такая вот бутылочка здесь. Значит, здесь достаточно бюджетные цены. Покупая такой парфюм, вы не переплачиваете за бренд, за упаковку, за рекламу и так далее и тому подобное. Достаточно простенькие флакончики. Они все одинаковые. Здесь просто подписано, что у вас за аромат. Вот у меня есть вот такой тестер оригинального аромата от Exnehill Fleur Narcotic и вот это вот. Вы знаете, я на самом деле была очень-очень-очень удивлена тем, что аромат, во-первых, все-таки стойкий действительно. И, во-вторых, он очень схож с оригинальным Fleur Narcotic. Он мне, кстати, очень нравится. Я знаю, что у Exnehill сейчас вышел какой-то фланкер этого Fleur Narcotic, но действительно аромат очень классный. Нелетний все-таки аромат. И вот этот Fleur Narcotic, который, да, от P.D. Paris, он на старте, вот когда он стартует, он стартует более резко, чем оригинальный, да. Но они очень схожи, очень схожи два аромата. Единственное, что вот здесь есть какая-то нотка такая цветочная, которая отличает его от оригинала. Все-таки это разные ароматы, на мой взгляд. Но, вы знаете, упакуй мне вот этот аромат в какую-то красивую упаковку и поставь сюда какой-то бренд. Поставь цену в несколько раз больше, чем продаются они на сайте. Я бы подумала, что это действительно классный аромат. Я бы сказала, что это разбавленная версия оригинального парфюма. Вот так вот. Нет, знаете, такой спиртовой нотки или такой часто очень в подделках парфюмерии, именно в подделках, есть четкая нота химозного ириса. Вот здесь такого нет, спиртом не отдает, даже спустя какое-то время действительно хорошо держится на одежде. Но одна нотка какая-то здесь есть, которая отличается. И, как я сказала, это уже более разбавленная версия. На самом деле, я считаю, что данная парфюмерия имеет место быть в качестве бюджетной, если вам все равно на бренд, если вам все равно на упаковку. Вам важно только содержимое, и вы хотите действительно стойкий, приятный аромат, чем-то схож на оригинал. Потому что, например, тот же Tom Ford, если брать 25 тысяч за оригинальную версию, как-то не очень хочется платить. Но, по крайней мере, мне аромат очень хочется у себя иметь, то почему бы и нет. Вот я Tom Ford не сказала, по-моему, на сайте и не было. Но заказала вот такие ароматики, буду на самом деле с огромным удовольствием им пользоваться. И я уверена, что никто не отличит, что у меня это вот такой парфюм, а не оригинал. Хотя я еще раз повторюсь, что, наверное, для людей, которые такие прямо, знаете, профессионалы в парфюмерии, они отличат. Но здесь нет, как мне кажется, здесь нет задачи повторить аромат точь-в-точь. И здесь есть задача создать какой-то красивый аромат, который будет нравиться очень многим и который будет носибельный. Потому что он не такой концентрированный, как его оригинал, скажем так. Вот. Так что всю информацию, кому интересно, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Я хочу еще заказать, попробовать вот такие ароматы из люксовой линейки, скажем так, аналоги люкса. Обязательно попробую. Всю информацию я вам оставлю внизу в инфобоксе. Также у них сейчас там акция проходит. Я тоже ее вам пропишу внизу в инфобоксе. При заказе трех парфюмов четвертый вы получаете в подарок. Можно заказать парфюмерию как в стекле, вот таким большим объемом здесь 50 миллилитров. Также вот такие вот маленькие в пластике носить с собой, брать в поездки и так далее. Мне кажется, это отличный-отличный вариант. Кто вдруг хочет из вас какие-то необычные парфюмы, ну что-то такое приближенное к люксу, к ниши, да, и при этом не платить за это много денег в качестве бюджетных ароматов, очень даже вам советую. Еще раз повторюсь, вся информация, все ссылки у меня будут внизу в инфобоксе. Ну, а я вам сейчас давайте покажу свой уход и потом, конечно же, террасу. Так, ну и давайте покажу свой уход. Это был мой заказ с сайта Фарма Косметика. Мне, кстати, дали еще в подарок вот такой антимикробный гель с ароматом яблока. Это всегда, всегда полезно. Вот, и у меня уход сейчас будет полностью от марки Виши. Вообще, это был набор, причем вот такой вот, то есть было два крема и сыворотка в наборе. Была очень хорошая скидка. Не знаю, набор сейчас сохранился или нет, но если что, я вам оставлю ссылки на продукты в отдельности. Я еще ничем не пользовалась, но так как меня просили показывать, да, чем я пользуюсь, то вот буду, вот, соответственно, показала, да. Дневной крем вот такой, пептиды первого-вторых тип, первого-второго типа и витамин С. Такой вот ночной крем. Это был набор. И вот эта вот сыворотка знаменитая. Она, кстати, у меня впервые. То есть я раньше не приобретала вот эту сыворотку. Давайте вместе с вами откроем, посмотрим. У меня были, по-моему, пробники этой сыворотки. Не знаю, в наборе, в общем, было достаточно выгодно взять. И мне рекомендовали именно вот этот крем. Кто-то из вас рекомендовал, потому что он у меня был записан вот в моем таком списке ваших рекомендаций. И, соответственно, увидев набор по выгодной цене, там что-то скидка в районе 40%, что ли, была. Вот я решила взять набор и полностью сделать себе на лето уход от компании Виши. Не знаю, как будет на лето, хорошо или нет. Но ночной-то точно должен подойти. А вот этот вот, не знаю. Открыла кремушки. Единственное, что мне не нравится, что здесь, во-первых, в комплекте нет никакой ложечки шпателя. Но у меня есть свои. Это как бы ничего страшного. Это уж так я, знаете, придираюсь, скажем так. И здесь вот нет, нет никакой такой, знаете, ну как бы заглушечки такой сюда. Вот это ночной крем, вот такая текстура. Не знаю, девочки, буду пользоваться, потом расскажу. И вот это дневной крем, такой более, более такая гелевая текстура. Вот. Ну и до кучи я решила, раз уж у меня такой уход от марки Виши, взять еще и тоник. Но тоник у меня был как-то только в другой упаковочке. Вот этот я взяла тоже, потому что на него была очень хорошая скидка. Только по этой причине я его взяла для чувствительной кожи, тем более, совершенствующий тоник. В общем, попробую. У меня уже были тоники, были умывашки от Виши. Мне очень нравились они. Вот, поэтому я решила уж комплект дополнить сыворотка, да, тоник и кремушки еще в умывалке остались. Так что вот такой вот у меня теперь будет уход. Не знаю, расскажу, наверное, может быть, как минимум недели через две, после того, как я сейчас начну использовать, расскажу, как мне понравилось или нет. Вот. И единственное, что еще, да, кремля области вокруг глаз. Но у меня еще мои старенькие не закончились, поэтому я не стала от Виши брать. Да и от Виши мне... Я пробовала какой-то уже, не помню, несколько кремов от Виши для области вокруг глаз. Мне не особо они зашли. Вот. Ну, вот крема. В прошлом году, летом, мне кажется, у меня тоже было крема от Виши. Я уже, честно, не помню. Вот. В общем, вот такой вот у меня теперь будет уход. Еще, девочки, я снова заехала в магазин Фамилия и купила... Купила чемодан вот такой вот. Девочки, мы еще никуда не собираемся ехать. То есть у нас нет такого, что у нас там куплены путевки или что-то в этом духе. Нет. Просто я увидела чемодан, который стоит вот столечко. Три четыреста. А сегодня была еще семь процентов скидка. И, соответственно, он мне обошелся три двести. Вот такой чемодан у нас уже есть. Подобный. Только вот здесь вот белая такая полоска. Он пережил у нас... Я его покупала тоже в фамилии. Наверное, года три-четыре, наверное, назад. Даже, наверное, четыре года назад. И он действительно у нас... Единственное, что немножко вот здесь вот поцарапался. Но не раскололся ничего. И размер такой хороший. Вот как бы у нас точно такого же размера. Поэтому купила еще один. Кто просил показать Каспера? Вот он у меня. Тут у нас бардак. Видите, лего строится. Вот. Вот наша котейка решила погулять. Пошел. Касперюша. Касперюшечка, дужечка моя. Девочки, все видео, которые я снимала на улице, мне, к сожалению, пришлось озвучить. Потому что у нас тут рядышком работают соседи. И звук пилы или что-то такое у них там включено. Плюс у них достаточно громкая музыка. Я не против этого. Кстати, моя гуничка-кошечка. Тоже ее давно не показывала. Она в основном у нас летом гуляет на улице. Но, конечно, джуси наша вредина. Вот. Вот такая вот терраса строит мой муж. Наверху, получается, у нас балкон. И выход будет из нашей спальни с мужем. И, в общем, он у меня тут вовсе устроен. На самом деле, честно признаюсь, идея эта была не моя. Точнее, я очень давно хотела иметь такую террасу. Но как-то вот это были такие мечты. Я не налегала на мужа, не заставляла его это делать. А муж у меня очень хотел балкон. Хотя я считаю, что в загородном доме балкон достаточно бесполезная вещь. Но он очень хотел балкон. Ну и попутно сделал террасу под балконом. Так сказать, совместил и для себя, и для меня что-то приятное. Делает он все сам. Вот такая вот краску такую он купил. И сегодня как раз должны привезти террасную доску. То есть доску, которую он будет покрывать пол на террасе. Потом еще вагонкой тут все будет обшивать. В общем, конечно, результат покажу чуть позже. Не хватает у моего мужа времени на то, чтобы сделать все быстро. Но потихонечку сам он абсолютно все делает сам. Сам ставил вот эти балки, крепил их там и так далее. В общем, все это делает своими руками. Покрывает еще специальными красками, чтобы не гнило все это. Джуси тут моя все разбросала все свои игрушки, вынесла на улицу. Конечно, сейчас летом мы в основном находимся на улице. В доме очень мало. Внизу вот положил тоже изоляцию. В общем, тут пол крыльца разобрал. Еще до кучи собрался переделывать крылечко. Это у нас центральный вход. И там сбоку такая балконная дверь. Вход из нашей столовой, скажем так. Тут еще мои цветочки вам показываю. Петуни, которые покупала в обе. Такие они красивенькие. Начали расти, цвести, хоть и по акции, по скидке. Но очень, очень даже неплохие в итоге получились у меня. Вот. Так что вот такой вот историей занимается мой муж. У нас теперь и беседка, и балкон, и терраса. В общем, просто красота у нас, девочки, получается. Вот. Когда будет готов конечный результат, не знаю. Мебель мы еще тоже пока не заказывали, потому что еще много что делать. Ну, а я здесь решила заняться малиной. Я ее уже в этом году обрабатывала. Но у нас были дожди. И, как вы видите, трава тут просто поросла. Вот. Я ее тут обрезала тоже весной. Но сейчас хочу ее прополоть. Тоже полностью обработать. У нас очень кислая почва. Тут бетономешалка моего мужа. Вот. Вчера я уже начала это делать. Обработала одну малину. Сейчас буду вот эту. И вот этот куст красной смородины, которой уже появились ягодки. Он уже отцвел. Вот. И уже такие тут ягодки начинают потихонечку набухать. А вчера я сделала вот эту грядку малины. Здесь у меня растет такая малина, которая мне не нравится. Она очень мелкая, не сладкая такая. Ну, вот она у меня растет, потому что малина у меня еще рослась столько, сколько бы я хотела. Вот. Здесь, кстати, вот упала вот этот, вот эти листы металлические, профлист на куст. Поломала у меня, пока у нас были дожди. Вот как раз, кстати, привезли террасную доску. Муж сделал внизу. И покрасил ее специальной, да, вот этой какой-то краской там специальной. И покрыл внизу террасу. Вот так вот у нас выглядит. Сейчас будет все это затаскивать наверх. И не знаю, когда сделаю это уже наверху. Заказал уже балконную дверь. Он тоже. А я в это время как раз таки обработала малину. Посыпала ее вот такой известняковой мукой доломитовой, да, потому что очень кислая почва у нас. Это сестра мне посоветовала так сделать. И сверху, вот здесь вот, кстати, еще малина, да, забыла вам показать. Такая тоже не очень она мне нравится, но я хочу много малины. Вот этот первый куст, кстати, это желтая у меня малина, поэтому не убираю пока ту малину, которая мне не нравится. И сверху я положила муж косил траву из газонокосилки. Вот это вот такая перепревшая трава. Вот сверху все время ее кладу. Такое питание для малины получается. То есть малина у меня вся полностью обработана, что меня очень радует. Осталось ее только здесь мне подвязать еще. Вот, но это уже не сегодня я буду делать, потому что надо еще идти готовить ужин. Вот на эту грядочку у меня уже травы не хватило, просто сверху вот так посыпала этой мукой, вот, чтобы немножко раскислить почву, потому что, как сказала мне сестра, она очень кислая, нужно с этим обязательно что-то делать. Мамин любимый мальчик, да? Ты мой сладкий мальчик, любимый. Ты моя любовь, мой сладкий. Девочки, кто просил Касперюшечку. Вот он мой родной, вот он мой сладкий. Да, вот он, самый лучший в мире кот. Самый красивый, самый сладкий. Да, вот он, красавчик. На ужин я сегодня делаю такое мясо, которое купила в ленте. Нашпиговала его чесночком и сверху посыпала вот этими итальянскими травками. Потом обмазала, соответственно, солью и вот такие вот еще паприкой. И черный перчик вот этот добавила. Сейчас поставлю, накрою вот так вот, поставлю в духовку. При температуре 180 градусов, наверное, постоит, может быть, часик у меня точно. Вот, потом я раскрою еще, и чтобы румяная корочка здесь была. Такое. У нас сегодня ужин будет запеченное мяско. И, конечно же, вечером наши прогулки с мальчиками и девочками обязательно гуляем в хорошую погоду. Когда нет дождей, обязательно гуляем. Но песина моя Джуси младшая, которая трусишка, она не очень любит наши вечерние прогулки, но ходит, что же делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok